Сегодня я хотел бы рассказать о заливе для унитаза с нижней подачей от компании Алькопласт. Модель называется А18. Сейчас посмотрим, как она устроена, как она регулирована. Вот она упакована, как уфановый кулечек, традиционно для компании Алькопласт. Паспорт, гайка и прокладка, конусная. Также в ассортименте компании Алькопласт еще есть такой точно шаркран с пластмассовой резьбой, без латуни. И есть с пластмассой и с металлом, но с диаметром 5,3 восьмых. Здесь фильтр вставлен, не буду его вытаскивать, желательно пинцетом, так его неудобно доставать. Вот такой вот шаркран. Сейчас покажу, как он регулируется по высоте. Снизу есть кольцо, опускаем его вниз и делаем такой вот проворот. И шаркран может выставлять выше или ниже. Здесь такой, как Z-образный выступ, за него он охватается. Раз, теперь поднимем кольцо, все, стоит на одном месте. Вода подается вот сюда, проходит сквозь мембрану и возвращается обратно. И вот отсюда она вытекает. Вытекает она снизу, чтобы уменьшить шум. Но тем не менее, шаркран все равно довольно шумный. Все-таки верхнее расположение мембраны дает свою такую негативную роль. Но зато верхнее расположение мембраны дает такое некое удобство прочистки. В случае чего проще добраться, чтобы раскрутить, промыть мембрану и опять закрутить. Не надо вниз лезть, чтобы искать. Допустим, вставили, перекатили к бачку, настроили высоту. А еще есть одно ограничение. Размеры этого шаркрана регулируются от 265 до 345 мм. Но если у вас какой-то бачок вот такой трапециидальной формы, маленького размера, тогда надо смотреть паспорт и схему этого унитаза, замерять, потому что он, ну, бывало, что и не входил. Когда очень маленький бачок и отверстие, допустим, слишком близко к стене. Когда просто он цеплялся. Здесь нет никакой возможности подрезать его. Поэтому на размер бачка все-таки смотрите. Так, что еще? Вот регулировка, допустим, установили. Вот регулировка. Так вот, крутим здесь такой червячок. Это уже плавная регулировка, сколько вы хотите воды в бачке. Ну, относительно там еще передной трубки надо смотреть его. Крутим, поплавок опускается вниз или поднимается вверх. Чем ниже, тем меньше воды, чем выше, тем больше. И еще по плавке есть такая вот полость. Эта полость, это как бы динамический груз. Когда делаем слив, ну, нажимаем кнопку, сливается вода. При наборе, вода начинает есть и набираться, и вода небольшой струйкой затекает в этот плавок, чтобы увеличить его вес, и чтобы он более, скажем, быстрее, ну, со временем может быть такой небольшой налет ржавчины, как абразив, из-за этого может плохо падать. Поэтому вот этот грузик дает ему вес. С этим весом оно лучше падает, и нет никаких перекосов или никаких там неприятностей. Но потом, когда поплавок поднимается вверх, струйка становится меньше, и в итоге вода вообще вытекает через такое специальное отверстие. И, в общем, при максимальном закрытии, динамический груз, он пустой, его нет. Тогда вес уменьшается. Сейчас покажу вам мембрану, кстати. Довольно качественный пластик, АБС, такой гладкий, как очень подожженный керамик. Вот такая вот мембранка. Кстати, вот эти вот мембранки, они продаются в ремкомплекты, у нас в интернет-магазине они есть. Так, из опыта эксплуатации, я вам скажу, что ресурс у шар-крана довольно большой, даже с нашей не самой лучшей водой. Если бы проблем нет. Принцип работы здесь традиционный для импортных шар-кранов. Такая вот здесь в вакуумной мембранах, которая работает от разности давления. Если у вас возникли какие-либо еще вопросы о продукции Эхопласт, пишите нам, звоните в интернет-магазин. Ломанхаус.комвилла Продолжение следует... Продолжение следует...